Для того, чтобы сохранить его зимой, в зиму вам придется сделать вот такой теневик. Не надо сажать его в поле. Сейчас 20 августа у нас начнется прием предварительных заказов. То есть уже люди будут оплачивать. Отправка начнется где-то 15 сентября. 15 сентября вы получили сенец. К вам пойдет сенец зеленый, красивый, голубой, красивый. Какой вы закажете? К вам пойдет отчет, фотографии, которые мы отсылаем. Ну, по мере возможности стараемся посылать ускоренная доставка. Но это маленький. Вы посмотрите, какие они маленькие и нежные. Это двухлетка. Двухлетка-брабант. Ей расти еще 2 месяца. Я думаю, скорее всего, стартанет она еще плюс 7-8 сантиметров. Сейчас она уже по 10. Поэтому вам пришли сенец. Вы спокойно взяли, обошли все доской, скопали землю. Квадратный метр нужен для 100 сенецов. В этот теневик войдет около 600 сенецов. То есть вам нужен буквально квадратный метр. Для чего я вам это говорю? Вам удобнее ухаживать. Вам удобнее поливать. Вам удобнее убирать сорняки. И вам удобнее просто сохранить его, понимаете, до весны. Теперь разберем весеннюю посадку. Весной вам надо будет делать все равно такой теневик. Притенять его и то же самое делать. И поливать. То есть год они у вас должны расти в таком теневике. Я имею ввиду двухлетний сенец. Желательно, конечно, и для трехлетнего сенца сделать вот такое. То есть берется теневик, обходится доской. Доска у нас, как известно, вся из хвойного леса практически. Это дополнительное удобрение при поливе. То есть на квадратный метр вы рассаживаете, вы заказали 100 сенецов. Например, 50 елки, 50 туй. На этом квадратном метре вместе их и рассаживаете. Ничего страшного в этом нет. Поливайте до мороза. Потом притеняйте. Притеняйте. Обойдите доской. Обязательно, еще раз повторяю. Притеняйте. Поливайте с распылителя. Поливайте хорошо первые три дня после прихода, посадки. Поливайте три дня, заливайте. Да не могу просто. Потом берете корневин и поливаете корневином. Потом день ждете и опять поливаете заново. Все полностью хорошим обильным поливом. То есть полив не жалейте. Если идут дожди, просто накрыли теневик и все. Но желательно вот такую вот сетку поставить, если его сейчас приблизят нам. Вот видите, там сетка пластмассовая. Вот она у нас тут стояла. Мы убрали ее тут. Она сверху должна быть... Это для того, чтобы когда вы возьмете и укроете сеткой для протянения, то есть у вас не провисала она, и когда будет дождь, не прокапывалась сюда, здесь не скапливалась вода. Когда будет снег, она тоже будет держать. Ну и когда будут морозы, уже наступят, вы просто возьмете и обойдете это все пленкой. Но не забудьте ее снять. Снять, когда наступит плюсовая температура ночью. Теперь, что касается весенней посадки. Сказать про весеннюю посадку, что это хорошо или плохо, я тоже не могу. Есть свои плюсы и минусы и там. И мы их сейчас разберем. Во-первых, если вы посадили осенью, то у вас уже готовый теневик, вы спокойно и растение знает, когда ему идти. А весной очень короткий промежуток для того, чтобы заказать и успеть посадить сеньца. То есть, то наступает жара, то наоборот холод, то дожди идут, то есть вы не успеваете. Вы должны как-то подгадать так, чтобы успеть. И опять же, когда начинается жара, вы начинаете, вы построили теневик, заказали, ладно, весной, рассадили весной. Ну, если вы заказали осенью, то он уже у вас растет, правильно? А если вы заказали весной, вы посадили и начинаете, он начинает только приживаться. Я не уверен, что весной отпад будет меньше. Вообще, всегда я сажал и сажаю, стараюсь сажать сеньцы, двухлетку особенно, осенью. Не надо в поле ее сажать, прошу вас. Если вы возьмете, притяните ее, полностью сделайте, то будет довольно-таки прекрасно. Послушайте моего совета, просто послушайте. И все. И он у вас выживет. И вам хорошо, и нам хорошо. Ну, как это отношение? Это ваше отношение. Вы заказали за свои деньги. Вы же не думаете, что вы посадите где-то у себя за баней, пойдете через три года, и она вымахает в такое красивое дерево, которое вы придумали себе в уме. Вот, друзья, пятилетка у нас. Смотрите. Вот ее можно рассаживать без киневика и без ничего. Четырехлетку тоже можно рассаживать. Ее рассадили, и, ну, желательно притянить весной будет. Ее осенью по-любому сажать надо. Ее весной, но никак. Она солнце не выдержит весеннего. А мелкие тоже весну, осенью. Я больше склоняюсь к осенней посадке, потому что, ну, всегда так. Хотя, нам приходится сажать весной. Приходится притенять все, потому что пока это все освободится, пока все скупят, то что останется, мы перегребем все, потом приготовим землю, потом только сажаем. Была бы у меня возможность сажать осенью, я бы сажал осенью. И поверьте мне, осенью сажают многие. То есть, если брать по тому, по наличию, которое у нас остается на весну, у нас практически очень мало остается на весну. Ну, я думаю, люди знают об этом, потому что ассортименты весной всегда. Весной, да, скудные ассортименты, поэтому, да. Потому что осенью все забирают. Ну, ели, туя, конечно же, это совершенно разные рода. К одной надо так, к другой так. Но лучше посадить все. Если вы взяли более крупные, то не надо сразу садить ее на, вот, к примеру, возьмем тую восточную, да, книжку. Если вы растаете в трех метрах друг от друга, конечно, у вас отпад будет. Возьмите, сделайте грядку, но растадите вы через 20 сантиметров ее. Пусть она у вас год порастет еще. Пусть дорастет до 50 сантиметрового состояния. Не делайте себе просто проблем. А потом, я знаю людей, которые питомники, которые я вел, веду до сих пор, которые там по три года, по четыре года со мной работают. Которые спрашивают совета и постоянно, они постоянно берут осенью. Иногда весной. Ну, это в зависимости, опять же, от наших финансов, от наших возможностей, от ваших возможностей. Нам, понимаете, мы всегда, нам в радость продавать вам. И в радость, чтобы у вас выросло. А не просто спихнуть и все. Вы поймите, ну, как можно загубить, если у меня, извините меня, из тысячи штук от пада нету. Вот давайте возьмем, к примеру, четырехлетку. Это ту, которую ты рассаживал. У нас есть видео. Я рассаживал, да. Вот, смотрите, это была трехлетка, уже она четырехлетка. Вот он, отпад. Вот он. Его видно. Он сгорел буквально сегодня. Ну, что, 40 градусов температура. Он и не был прижитым, потому что корень не пустил. Сейчас выдерни любую из этих. Конечно, там же есть хорошие корни. Но здесь, извините, тысяча штук, ребята. Друзья мои, пожалуйста, следите за ними, поливайте. Она поливается у нас очень хорошо. Цвет она наберет. Где она светло-зеленая, это значит, она еще толком не прижилась. Ну, извините, меня и начало июля, еще ей расти, вообще, еще до Нового года. По идее. Вторую почку не бьет, это хорошо будет. Почка хорошая. И на следующий год она у вас очень хорошо пойдет. Субтитры сделал DimaTorzok